Музейная ночь пройдет уже в следующие выходные. 21 мая почти 100 музеев распахнут двери во всем Алтайском крае. Кстати, есть новые фишки, которые, как говорят организаторы, помогут собрать еще больше людей. Моя коллега Анастасия Наборщикова уже знает подробности. А мне интересно, еще больше это сколько? До пандемии был поставлен рекорд 30 тысяч человек. Это только в Барнауле. На этот раз синоптики обещают еще теплую погоду, поэтому есть все шансы победить эти цифры. Тем более события обещают быть интересным. Так, например, в Сростках на родине Шукшина живут герои его рассказов. Например, голографическая проекция Степана Разина из романа «Я пришел дать вам волю». Для этого создана виртуальная сцена, на ней прозвучат целые отрывки произведений. К слову, в акции участвуют полсотни музеев из сел и деревень. В списке есть родина Титова и Золотухина. Но краеведы Барнаула тоже удивят. Квест «Паранормальный краеведческий» создал старейший музей. Узнать о его тайнах, возможно, встретить за углом какого-то призрака. Поэтому мы призываем всех взять с собой фонарики, разгадать тайны старинного манускрипта и изготовить философский камень. Тех, кто придет в нашу горную химическую лабораторию, ждет такое увлеченное путешествие. Известна цена билета – 100 рублей. Сразу скажем, что он не единый. То есть, если вы решили посетить, например, два музея, то заплатить придется дважды. Бесплатно пройдут только дети, которым не исполнилось 6 лет. Старшеклассники и студенты могут воспользоваться пушкинской картой. На ее балансе сегодня 5000 рублей. Кстати, стоять очередь на кассе не обязательно. По всекраевые, ну и большинству муниципальных музеев можно билет купить электронно в своем сотовом телефоне. В прошлом году не было такой возможности. А в этом году пушкинская карта как бы сподвигла музеев перейти, наконец, на электронную систему. А это значит, что можно заранее спланировать маршрут. Для этого нужно зайти во Вконтакте – сообщество «Ночь музеев-2022» в Алтайском крае. Здесь уже представлены выставки, список музеев и вообще программа дня. Поэтому планируем, покупаем билеты и экономим время.